Поговорим о военно-политических событиях, которые происходят в нашей стране и вокруг нее. Ну, вы все знаете, что вчера Верховная Рада ухвалила во втором чтении и в целом законопроект о мобилизации осужденных. Очень долго была дискуссия вокруг этого закона, были опасения, что им могут воспользоваться, допустим, коррупционеры, подписав контракт с вооруженными силами, избежать наказания и поехать служить вооруженной силе Украины. Но эту норму убрали из закона и смотрите, есть куча ограничений. То есть, лица, которые совершили тяжкие преступления, преступления против основ национальной безопасности Украины, преступления, преднамеренное убийство двух и более человек или сопряженное с изнасилованием, сексуальное преступление сексуального характера, совершение уголовных правонарушений, предусмотренных статьями 152, 258, 286 Уголовного кодекса Украины, если такие судимости не погашены или не сняты в установленном законном порядке. Также лица, совершившие посягательство на жизнь правоохранителей, лица, совершившие особо тяжкие коррупционные правонарушения, лица, занимавшие особо ответственное положение, независимо от статьи преступления, министры, депутаты, их заместители и помощники и такие прочие, не имеют возможности подписания контракта. То есть, они не могут воспользоваться нормами этого закона. Мобилизация будет осужденных осуществляться по решению суда на добровольных началах. Лицо, которое хочет подписать контракт, должно иметь соответствующее состояние здоровья, а также иметь более трех лет срока пребывания в тюрьме до истечения наказания. То есть, меньше трех лет тоже контракт подписываться, возможно, не будет. Для мобилизации осужденного необходимо согласование командира воинской части, который будет осуществлять административный надзор за такими лицами. Они будут проходить службу в отдельных подразделениях. Да, в составе частей, но отдельное подразделение. Допустим, батальон, рота будет сформировано, трудно сказать, потому как сейчас идет оценка. По предварительной оценке, по заявлению одного из народных депутатов, может быть 15-20 тысяч мобилизационный резерв, который в рамках этого закона можно будет отмобилизовать в местах лишения свободы. Вот такой вот закон. Сейчас его должен подписать глава Верховной Рады и отправить на подпись президенту Украины. А там уже дальше он после публикации вступает в силу, и тогда может начаться отбор кандидатов на подписание контрактов с вооруженными силами Украины. И мобилизация осужденных. В рамках вот этого закона. Очень много вопросов, и всех интересует, куда же делся экс-главком вооруженных сил Украины Валерий Федорович Залужный. Вот сегодня, наконец-то, развеяны все сомнения, и появилась ясность в его судьбе. Валерий Федорович Залужный назначен чрезвычайным и полномочным послом Украины в Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии. То есть, с данного момента он официально чрезвычайный и полномочный посол Украины в Соединенном Королевстве и Северной Ирландии. Ну что ж, пожелаем ему удачи. И надеемся, что, может быть, он еще вернется и проявит себя в Украине на разных должностях. У него, кстати, очень обширное образование и довольно качественно. Он всегда учился на отлично. Недаром он был награжден переходным призом, мечом, королевы, рыцарским мечом, которым его наградила королева Великобритании, а вручал ему полномочный и чрезвычайный посол Великобритании в Украине. По итогам обучения в Академии Генерального Штаба. Далее, очень интересная новость. Одно из самых авторитетных изданий Соединенных Штатов, Foreign Affairs, опубликовало материал, где практически прямым текстом призвало Украину продолжать удары по российским нефтеперерабатывающим заводам. Издание указывает, что кроме очевидного ослабления Российской Федерации, эти удары прямо выгодны многим другим странам, поскольку снижает международные цены на нефть. То есть, понимаете, да, если раньше лоббисты, которые пытались даже там и через Лойда Остина, и некоторые представители Белого дома там рекомендовали нам не наносить удары по НПЗ, что это якобы влияет на повышение цен на нефть на мировых биржах. Хотя тогда мы с вами разбирали этот момент, что на российскую нефть наложены санкции, и российская нефть не может продаваться выше определенного порога цены, который установлен санкциями Европейского Союза и Большой Семерки. И Соединенные Штаты, они как входящие в Большую Семерку. Так вот, оказывается, все наоборот. Эмбарго на российскую нефть и вывод из строя нефтеперерогонных заводов не влияет на повышение цен на бензин, допустим, в тех же Соединенных Штатах, или на цен на нефть на мировом рынке, а наоборот, снижает. А из-за чего снижает? Снижает из-за того, что Российская Федерация, не имея топлива, вынуждена продавать, валюта же нужна, надо зарабатывать валюту для ведения войны. Российская Федерация в серую и в черную начала активно продавать сырую нефть, что и ударило по ценам, помню, вот здесь мировые цены на нефть пошли вниз, в результате того, что Россия теперь заваливает дешевой, сырой нефтью, пытается, точнее, серой и черной рынки. Кстати, они там нашли в районе Греции, они нашли там бухту, залив небольшой, где осуществляется перекачка этой нефти. Ну, раз уже карту эту опубликовали, с указанием координат этого залива, где они там перекачивают нефть, то я думаю, что сейчас Соединенные Штаты, их финансовая разведка быстро разберется, какие фирмы принимают участие в этой транспортировке, и тоже закроет этот краник для Российской Федерации. Кстати, само вот надо, и это же издание указывает, что удары по НПЗ российским являются абсолютно легитимной целью, а количество пострадавшего от атак персонала, оно минимально. Ну, не выполняют требования воздушной тревоги, это же, вы же понимаете, да? Человек, который, услышав сигнал воздушной тревоги, или, допустим, если местные советы, как вот, например, в Москве, они упорно не хотят подавать сигнал воздушной тревоги, дабы не нервировать жителей расистской столицы. А в результате получается, что люди оказываются под ударами. Это уже ответственность местных властей или самих граждан. Так вот, еще это издание, надо сказать, что оно не партийное. То есть, это издание не принадлежит и не ассоциируется ни с одной из партий в Соединенных Штатах. И там всего две. Демократическая и республиканская. Однако, его читает огромное число политиков. В этом контексте его публикация может значительно повлиять на консолидацию дальнейшей поддержки Украины, если раньше говорили, что эти удары могут, наоборот, отвернуть от нас какую-то часть политического истеблишмента в Соединенных Штатах и там какую-то долю читать, то здесь, наоборот, издание подчеркивает, что его, точнее, не издание, а отзывы о нем говорят о том, что популярность этого издания как нейтрального, внепартийного, очень высокая среди политического истеблишмента и среди чиновничьего аппарата Соединенных Штатов. И его публикации очень многие читают, и это может способствовать консолидации мнения среди чиновников и политиков США о поддержке Украины. Чем дальше, тем больше поддержки. То есть, это сыграет нам еще и на пользу. Вот такой вот даже вывод. Видите, оказывается, мы еще и наши дроны, которые летят уже даже на 1500 километров, влияют или помогают снижать цены на международных торговых площадках нефтяных в результате вот этих вот систематических ударов по нефтеперегонным заводам Рашизской Федерации. Далее, сейчас проходят консультации и заседания в формате ОДКБ, это организация договора коллективной безопасности. Ну, мы знаем, что туда входят в основном бывшие, часть бывших республик Советского Союза, которые стали независимыми государствами. И возглавляет это все Рашизская Федерация. Создавали они что-то такое наподобие, наверное, противовеса НАТО. Это непонятно, потому что основным там спонсором является Рашизская Федерация, но это ОДКБ в качестве военно-политического блока ни разу не было применено на практике. То есть, никто никогда не оказывал помощи. Ну, некоторые говорят, что ввод войск, рашизских войск в январе 22-го года, точнее, в декабре 21-го и в январе 22-го года в Казахстан, что это якобы в рамках ОДКБ. Ну, может быть. Хотя официально таких объявлений или документов не было. Тогда президент Казахстана Такаев обратился напрямую к Путину с целью помочь. И были переброшены десантные части, опять же, десантные части для помощи правительственным войскам и правоохранительным органам. Но, правда, сразу после выполнения боевой задачи они оттуда вот так же быстро убрались, как туда и заходили. Так вот, к чему это все рассказывают? Дело в том, что сейчас проходят консультации по поводу финансирования ОДКБ. То есть, надо же скидываться в общий котел и формировать бюджет этой организации, я так понимаю, на текущий год. А оказалось, что Армения, во-первых, не прислала своего представителя на эти заседания, на эти консультации. И премьер-министр Армении Пашинян заявил, что страна де-факто уже, он еще в феврале этого года, текущего года, Пашинян заявлял о том, что Армения замораживает свое участие в такой организации, как ОДКБ. Кстати, они именно заморозили, потому что ОДКБ не проявило никакой реакции на события в Азербайджано-армянской войне по освобождению или возвращению Карабаха под юрисдикцию Азербайджана. То есть, в освободительной войне Азербайджана. Ни помощи, ни военной никакой не было оказано, и Армения Пашинян принял решение заморозить. Также не раз говорил о возможности полного, Пашинян заявлял, о возможности полного выхода страны из организации, поскольку, по его мнению, ОДКБ не выполнило условия договора в отношении Армении, не отреагировав на военный конфликт с Азербайджаном в 21-22 годах. И на сегодняшний день Армения отказалась вообще вносить какие-то средства в бюджет ОДКБ. Фактически, эта организация как была мертвой, так она практически умерла. Я думаю, что Армения пока что официально не объявляет, используя угрозу объявления о выходе из этой организации. Это, кстати, был бы нонсенс, и фактически можно было бы считать организацию развалившейся, если бы Армения заявила о выходе. Видимо, Армения не заявляет по причине использования этого факта как рычага давления на Российскую Федерацию. Ну, посмотрим, как они дальше будут играть в эти игры. Ну, тем не менее, все заседания проходят без присутствия представителей Армении, и Армения сказала, что не даст ни копейки денег в бюджет ОДКБ. Вот такая вот мощная организация, которой Путин пытался пугать НАТО. Послы Европейского Союза встретились на совместном заседании. Они сейчас председательствуют Бельгия в Европейском Союзе. И один из главных вопросов, они согласовывали решение об использовании прибыли от замороженных российских активов для военной помощи Украине. Эти деньги послужат для поддержки восстановления Украины и военной защиты в контексте российской агрессии. Ну, вот то, что я вам вчера говорил, что мы будем, и в заголовке даже написал, что Украина будет покупать оружие за российские деньги. То есть Россия будет оплачивать вооружение украинской армии для защиты нашего суверенитета и территориальной целостности. Так вот, послы Европейского Союза сегодня окончательно согласовали этот вопрос, и все согласились, включая Венгрию. Тоже проголосовала за. И на сегодняшний день, пока что речь о конфискации активов, как я вам говорил, не идет, но... А там в Бельгии самая большая сумма, там 200, где-то порядка 80 миллиардов. И в общем начисление, на годовое начисление процентов, на сумму этих активов составляет 3,3 миллиарда долларов в год. Довольно большая сумма, 3,3 миллиарда. Считайте, если малых пакетов помощи, то это 6. До полумиллиарда, а то и больше, а то и 7. А если больших пакетов помощи, то это 2. Где-то по полтора миллиарда, вот как нам обычно давали в прошлом году Соединенные Штаты. Этого хватало на несколько месяцев введения войны. Единственное, там бы решался вопрос, какую формулу применить. Ранее предлагала Еврокомиссия, что 90% от этой суммы должны пойти на покупку оружия для нужд вооруженных сил Украины, а остальные 10% на деньги на восстановление страны. Ну, даже если останется так, то, что 90%, ну, это будет 300 миллионов отнимите от этой суммы, которые пойдут в фонд восстановления Украины, и 3 миллиарда на вооружение для силы обороны Украины. Так что все, вопрос согласован, сейчас механизм будет запущен, и Украина в этом году уже получит... Ну, а мы начали выплаты еще весной, я вам расскажу, точнее, да, в начале весны были сообщения в марте месяце о том, что первые выплаты процентов по этим суммам уже перечисляются в фонды помощи Украины. И через эти фонды потом закупаются необходимые товары вооружения и техника. Теперь это уже утвержденный механизм, который начинает работать и будет осуществлять перечисление этих денежных средств. Так это только начало. Дальше же еще будут репарации, будет судебный процесс над Рашистской Федерацией и ее военными преступлениями. И там уже будут решать более конкретно, как и из чего выплачивать Украине все репарации, которые за ущерб, нанесенный Рашистскими войсками и самой Рашистской Федерацией в ходе этой агрессивной войны против Украины. Далее. Министерство внутренних дел Великобритании заявило о высылке из страны российского военного атташе. Об этом сообщает Reuters. Агентство со ссылкой на главу ведомства Великобритании сообщает, что несколько объектов недвижимости, связанных с Рашистской Федерацией, будут лишены дипломатического статуса, а также будут введены ограничения на российские дипломатические визы, включая продолжительность времени пребывания по дипвизе, которую российские дипломаты могут проводить в самой Великобритании. Связано это со злонамеренной деятельностью России в Британии и Европе. В военной атташе есть несколько дипломатических должностей, которые относятся к разведке и официально заявлены, что они могут вести разведывательную деятельность, то есть собирать информацию, передавать ее и так далее. Оно имеется в виду не со шпионами, но они заявлены как представители разведки, в том числе военные атташе. Кстати, посол тоже заявляется как принадлежащий к разведке. Четыре должности. Так вот, этот атташе не был заявлен как официальный разведчик, хотя являлся офицером разведки Рашистской Федерации. Когда британская разведка об этом узнала, плюс они проверили деятельность, они там организовали какую-то общественную организацию, по-моему, они арендовали эти помещения и попросили Министерство внутренних дел Великобритании предоставить им статус дипломатический. Что значит дипломатический статус? Это территория этих зданий пользуется экстерриториальностью, то есть внутри этих зданий действуют законы Рашистской Федерации. Это считается территорией Рашистской Федерации. Вот это дипломатический статус. На территорию посольства нельзя зайти без разрешения сотрудников посольств или посла, потому что это считается территорией того государства, с чего посольство там располагается. Даже машина с дипломатическими номерами, почему автомобили посольств имеют отдельные номерные знаки, они тоже пользуются экстерриториальностью. То есть пока сотрудник посольства или гражданин, человек вообще находится в этой машине, он защищен международным правом, потому что внутри машины законы той страны, к посольству которой, или консульству которой, или дипслужбе которой она принадлежит. А вот то, что говорит Министерство внутренних дел в Великобритании, то есть те здания, которые использовались сотрудниками под руководством вот этого военного атташе Рашистской Федерации, с них дипломатический статус сняли. То есть теперь полиция может смело проводить там любые оперативно-следственные действия, и это уже территория Великобритании, внутри этих зданий. Вот так. Ну, такие высылки, они не проходят бесследно. Обычно в дипломатии всегда идет око за око, зуб за зуб. То есть сейчас мы должны ожидать в ближайшее время высылку дипломатов посольства Великобритании из Рашистской Федерации. Но это всегда, ну всегда так происходит, идет вот такой вот обмен, такое противостояние. Но когда происходят такие высылки, это говорит о том, что отношения этих стран крайне плохие, и они ухудшаются. Обычно, когда увеличивают штат посольства, когда расширяют помещения для сотрудников посольства, или миссии при посольстве, или организации при посольстве, это свидетельствует о том, что отношения между странами улучшаются, и все идет хорошо. Когда начинают высылать дипломатов, это значит все плохо, и отношения швах-швах-швах между этими странами. Великая Отечественная война – это эпизод Второй мировой войны, который был выделен советской пропагандой для того, чтобы убрать 1939-1941 год, когда Советский Союз воевал вместе с фашистской Германией. И делил Европу вместе с фашистской Германией. В этот период произошли войны с Финляндией. В Карелии было три войны, где Советский Союз, несмотря на то, что понес колоссальные потери, но все-таки откусил кусочек Финляндии, удалось им захватить. В этот период произошел захват стран Балтии, в этот период произошел захват Восточной Польши. Так что, чтобы вот этого момента не было, решили придумать, что вот она Великая Отечественная от момента нападения, когда переругались между собой основные главные союзники Советский Союз и фашистская Германия. И фашистская Германия решила напасть на Советский Союз. Вот это выделяется в отдельный эпизод под названием Великая Отечественная война. Хотя реально война длилась с 1939 по 1945 год и закончилась она подписанием капитуляции Японии после применения ядерного оружия Соединенными Штатами против империалистической Японии. Сегодня они союзники в Индо-Тихоокеанском регионе. Так вот, парад. Парад на Красной Площади. Человек, похожий на Путина, проводит этот парад. В Москве на Красной Площади присутствуют на этом параде. Ну, кстати, уже третий парад в ходе массированного вторжения рашистских войск в Украину. Присутствовали в этом году самопровозглашенный президент Белоруссии, президент Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана и Туркменистана. Туркменистан, кстати, вызывает, точнее Таджикистан вызывает немножко вопросы, потому что после теракта в Крокусе, ну, тот позор или то количество дерьма, сколько вылила рашистская пропаганда на Таджикистан, обвиняя его в участии в этом теракте, ну, он все равно приехал. Ну, это их внутренние дела. И международные гости, внимание, международные гости, лидер Кубы, Лаоса и Гвинеи Бесау. Вот три иностранных лидера, которые присутствовали на этом победобесе. Второй год подряд на параде присутствует один-единственный танк, Т-34, который еще на ходу, ни Арматы, ни Сарматы, ничего этого на параде не было. Было прохождение торжественным маршем, участвовало порядка 9 тысяч личного состава, в том числе и были юнармия, то есть там практически школьники маршировали, 70 единиц техники проехало различного типа, ну, в основном основу составляли ракетные войска стратегического назначения, ну, потому как они не задействованы в этом конфликте, все остальное, все ушло в пользу фронта. Кстати, год назад парад был намного пышнее, чем этот. С каждым годом парад сжимается и по количеству личного состава, в прошлом году было 10 тысяч, в этом 9 тысяч, в прошлом году было 125 единиц техники, в этом 70 единиц техники, то есть нехватка уже, ну, Шойгу сжаловался, что... Вот. Была коробка так называемых героев, так называемой специальной военной операции, вот. Ну, и как всегда, Путин, или тот, кто на него там похож, обвинил Запад в том, что кто-то пытается извратить историю, переписать, не дадим, нас хотят обидеть, не дадим, не позволим, нас должны все бояться. Кстати, я напомню, ну, даже, кстати, вот природа, и та, за час до парада поднялся сильный ветер, пошел снег, даже природа была против проведения этого парада. Но, тем не менее, кстати, я напомню, что настоящая капитуляция фашистской Германии была подписана 8 мая, и ее подписал представитель советского командования, не помню фамилию этого генерала, вместе с американским представителем, с французским представителем, и от Германии Кейтель подписывал капитуляцию. На что Сталин отреагировал очень болезненно, и заставил переподписать, настоял на переподписании капитуляции. Кстати, Франция и Германия прислали уже там, вторых, третьих, пятых лиц, на эту вот чисто, будем, постановочную церемонию, которая была сделана под камеры, по настоянию Советского Союза, и подписывал ее Жуков. 9 мая. Но настоящая капитуляция была подписана 8 мая. Поэтому весь цивилизованный мир и отмечает День памяти жертв Второй мировой войны и победы над нацизмом 8 мая. Субтитры подогнал «Симон» 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 Продолжение следует...